Начинать сегодня приходится с темы, которая уже становится будничной для Украины. Очередной взрыв в Киеве, очередные жертвы и очередная констатация, что преступники и на этот раз могут уйти от наказания. По крайней мере, если вслушаться в заявления политиков, то складывается впечатление, что общество готовят к тому, что честных и при этом официальных ответов на вопросы о трагедии может и не быть. Впрочем, медиа для того и существует, чтобы находить ответы тогда, когда политикам это невыгодно, и сегодня займемся как раз этим. Пока что в центре всеобщего внимания, конечно, главный политический пострадавший, депутат-радикал Игорь Масичук. СМИ регулярно передают сводки о его самочувствии. Друзья политики отчитываются о том, как он освоился в новой больнице. Накануне на Депо перевели из частной клиники в Киевский институт Шалимова. Да и сам пострадавший политик находит в себе силы даже для постов в Фейсбуке. Несмотря на то, что сам же в них и сообщает, что врачи еще не успели удалить все осколки из тела, а боли часто становятся невыносимыми. Умудрялся Масичук постить даже из реанимации. В общем, как минимум, вот такая сетевая активность депутата позволяет сказать, что из всех жертв взрыва именно Масичук пострадал-то меньше всего. Виталия Балы и Надежда Тарасенко, еще одной жертвой теракта женщины, которая просто проходила мимо. Погибшего охранника Игоря Масичука Руслана Кушнира сегодня похоронили в Виннице. Но меньше всего сведений о личности второго погибшего. Бомба взорвалась как раз в тот момент, когда Михаил Мормиль, подполковник полиции, оказался в максимальной зоне поражения. Эксперты уже предполагают, что именно этот человек как раз и мог быть настоящей целью убийств. Итак, что известно о тех пострадавших, которых Игорь Масичук фактически затмил своей политической известностью? Давайте разбираться. Начнем с материала Александра Васильченко. Несмотря на нестерпимую боль, он нашел в себе силы встретиться с журналистами. Сегодня днем Игорь Масичук, сидя в коляске, дал брифинг в фойе института Шалимова, куда нардепа вчера перевезли из частной клиники. Я в внешнем, может, и краще выглядываю, но боли у меня даже сильнейше, может быть, чем вчера. У меня с правой ногой великий правой, вся правая сторона вражена, и с криптом я не могу встать на ногу на разе. Но при этом Масичук довольно активен в Фейсбуке. Он регулярно сообщает о своем самочувствии и выдвигает версии произошедшего. Словом, делает все для своего политического пиара. Единственное, что скажу, что, как и сказал раньше, это замах на меня, замах на нашу партию радикальную, замах на нашего лидера, замах на каждого украинца. Гораздо серьезнее состояние двух других пострадавших от взрыва. Политолог Виталий Бала сейчас находится в 17-й больнице. У него сильно повреждены внутренние органы. Информация о его состоянии крайне скупа, так как родственники запретили врачам говорить на эту тему. Известно лишь, что после операции он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна жертва взрыва – Надежда Тарасенко. В тот вечер женщина шла к себе домой. Только сегодня Надежда пришла в состояние после операции, но она ничего не помнит о случившемся. У нее черепно-мозговая травма. Об этом сообщила дочь пострадавшей на своей странице в Фейсбуке. А еще родственники просят денег. Ведь впереди еще одна операция – долгое лечение и реабилитация. А погибшего охранника Масичука Руслана Кушнюра сегодня похоронил в Винницкой области. У него на родине. У Руслана осталась беременная жена и 4-летняя дочка. Взрыв, в результате которого погибли два человека и трое получили ранения, прогремел вечером 25 октября на улице Мискевича, возле телеканала «Эспрессо», который находится в жилом доме. Взрывчатка сдетонировала в тот момент, когда Игорь Масичук с охранником Русланом Кушнером и политологом Виталием Балой выходили из студии. Взрыв был очень большой, огромный, было такое пламя просто. Тем более я смотрю, что по факту повреждения даже по дому, так их покоцать, но это просто не реально. Взрывчатка была прикреплена к мотороллеру, припаркованному рядом. По версии взрывотехников, бомба была самодельная, смонтированная на базе автомобильной сигнализации. Заряд составил около полукилограмма тротила. Это был обуховый пристрель направленной деятельности, потому что вот эти кульки 7-мм, они пришли с певным радостью. Працюет свящая оперативная группа, которая продолжает их собирать и вылучать. Певно, только эти кульки находятся и в телах потерпевших. Сперва случившееся квалифицировали как умышленное убийство, потом взрыв назвали терактом и передали в компетенцию СБУ. Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий. Первая версия – это замок на убийство Масильчука, который был организован спецслужбами Российской Федерации. Вторая версия – это политическая деятельность мана Масильчука и его гражданская позиция внутри нашей страны. И третья версия – замок на убийство Масильчука на особенном грунте. Но мы не откидываем и другие версии, там еще был и политолог Бала. Мы тоже не можем не разгадать эту версию. Тем временем несколько независимых криминалистов выдвинули свою версию произошедшего. Они не исключают, что это заказное убийство. Но объектом взрыва был не нардет, а первый погибший – 36-летний Михаил Мормель. Именно он шел по направлению к взрывчатке, в то время как Масильчук и Бала направлялись в другую сторону. Как выяснилось, мужчина жил в доме, где находится телеканал. Мормель был подполковником МВД в отставке. В 2015 году он уволился по состоянию здоровья. Его друзья сообщили – он судился с Министерством внутренних дел и волновался за свою жизнь. Александр Васильченко, Алина Зеленская, Иван Матриченко, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал «Интер». Удастся ли следствию быстро расставить все точки над «и» в этом деле? И на какие факты точно должны обратить внимание правоохранители? Обсудим это с нашими гостями. Андрей Ильенко, член парламентского комитета по правовой политике и правосудию, представитель свободы. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. И Анна Малер, юрист-криминолог. Она, пожалуй, первой высказала предположение о том, что настоящей целью убийц мог быть как раз погибший подполковник милиции. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Скажите, вы сейчас склоняетесь к таким выводам? Селю убийц мог быть не мосичок? Я не полягаю на том, чтобы следствие расследовало все версии. Потому что в ночь, когда это произошло, я как раз коментировала на очень многих телеканалах эту ситуацию. И я застерегала от того, что одну версию могут выкрутить исключительно в политических целях. И если следствие потом выйдет на другую версию, то громадская думка уже этому не поверит. И мы должны расследовать несколько версий, потому что, первое, вибух действительно стал ближе значительно по отношению к другой человеку, а не к пану Масичука. Пан Масичук и пан Бала рухались в другом направлении, чем была вибуховка. Кроме того, если бы на этот момент співробитники телеканалу находились в офисном помещении, то среди них также бы живых, очевидно, не осталось. То есть мы должны рассчитывать еще место. Это безусловно порядка с телеканалом. Может быть, в этом тоже есть какая-то причина. Андрей, а ваше мнение, это было покушение на Масичука или не такой версии не придерживаются? Я думаю, что, безусловно, это абсолютно жахливая история, трагедия. И я хотел бы высловить свое чувство родинам загиблих и побажать скорейшего одужения всем постраждалим. Это жахливая история. И это, безусловно, террористический акт, снова черговый в нашей столице. Я сейчас бы не хотел, знаете, давать каких-то оценок с точки зрения версий. Потому что версии должны заниматься следствием. И мы, наконец, хотим почути конкретные факти. Потому что, знаете, когда просто происходит констатация, это не явно не то, чем должны заниматься правоохранные органы. И спецслужбы. Они должны заниматься, во-первых, превенцией, потому что таких случаев у нас уже, на жаль, очень много. А они должны заниматься и реальным расследованием этой ситуации. И называть конкретные вещи. Если это российский след, я целиком допускаю, что это может быть. Давайте тогда называть факты. Потому что просто говорить российский след, не называющие факты, это не очень пореконно. Вы понимаете, что становится смешным, когда через 15 минут, буквально после совершения преступления, у нас называется первая версия, среди которых обязательно будет российский след. Возможно, он там и присутствует. Но общество уже, наверное, устало от вот таких вот заявлений в течение первого часа после преступления. Я считаю, что мы, безумовно, враховывая, что идет война, Россия – агрессор. Россия, мы знаем, вбивает наших разведников, вбивает своих врагов на территории Украины. Это факт. И, безумовно, мы должны рассматривать российскую версию. Но мы должны рассматривать факты. Мы должны рассматривать конкретные доказы этой версии. Безумовно, другие версии, так же, все должны быть изучены. И, наконец, мы должны добиться от правоохранных органов и спецслужб порядка и безопасности на наших улицах. Потому что страждают, ну, абсолютно, будь-яка людина сегодня может быть под загрозой. И это нужно осуществлять. Потому что, если бы была реальная борьба, даже если бы мы говорим про российский след, почему нет борьбы с российской агентурой в Украине? Почему нет никаких действий против их легальных, напевлегальных, нелегальных резидентур? Мы этого не видим. То есть, мы видим, на жаль, только заявы. То же самое относится и всех возможных других вариантов. Мы должны изучить факты, добиться на решти реального расследования. И главное сегодня – это безопасность наших граждан, безопасность наших улиц. А, безумовно, это жахливый теракт. И надо понимать, что и место, которое было выбрано, именно рядом с телевизионным каналом, то все эти вещи тоже имеются в жилом доме. Давайте об этом не забывать. И характер зарочатки тоже очень странный. Он был начинен поражающими мелкими элементами. Что, по-моему, эксперты-криминологи, вот это нам подтвердите или нет, это не характерно для точечного убийства. Это эксперти-балісти должны говорить. Эксперты будут говорить, про останнюю точку в этом ставите. Но на рахунок российского следа, я хочу зауважить, действительно, в Украине война. И следство должно всегда эту версию в том числе разглядать. Но в моем рейтингу версии, вот в этом случае, российский след все-таки где-то там на остальных позициях. А первое место в вашем рейтинге все-таки что? Первое место в вашем рейтинге все-таки что? Это кто-то из тех, кто постраждал. Кто-то из погибших. Або загиблий. Или пострадавший. Або это действительно Масичук, Чебала. Это потрясающее расследование. Хорошо, Анна, если рассматривать Масичука, Андрей, вопросы к вам. Если это действительно было покушение на Масичука, стоит ли рассматривать только политическую версию покушения на него? Все-таки за этим человеком тянется целый шлейф очень скандальных историй. И предположить какие-нибудь разборки, грубо говоря, если можно такое слово потреблять, в игре тоже вполне может быть. Мы можем деликатно это назвать деловой сферой. И действительно, життя Масичука достаточно таки багатогранное, ну, власне, как у всех. То есть, не только политическая деятельность. Я тоже озвучивала, что мы не должны концентрироваться исключительно на одной версии. Но, если мы сразу, в первую годину после преступления говорим, что это российские следы и политические мотивы, это, знаете, такой способ, про всякий случай, застраховаться правоохранцем. Потому что это очень удобная версия. Тут не нужно искать ни замовников, ни организаторов. Хорошо, но здесь возникает очень логичный вопрос. А будет ли следствие проверять все остальные версии? Они усыпятся ли за одну удобную, самую яркую, объявят ее общественности как факт и все. И на этом следствие прекратится. Вот в этом и небезпека, что гражданская думка сегодня формуется выключительно вокруг одной версии. И следствие, по сути, будет связано по руках с этой гражданской думкой. Они и так, очевидно, не очень хотят проверять все версии. Но, что меня тишит, что сами правоохранцы все-таки уже озвучили несколько версий. Поэтому есть шанс, что они все-таки будут их расследовать. Андрей, есть ли надежда, что политики хотя бы в этот раз будут контролировать и не забудут, не спустят на тормозах это расследование? Парламент будет помнить об этой истории? Как вы думаете? Знаете, я не могу сейчас расписываться за весь парламент, потому что его деятельность в последний момент категорично нам свободе всем не подобается, как, в принципе, и достаточно давно уже. Но, если мы говорим про нашу позицию, мы, безусловно, должны требовать от правоохранцев провести реальное исследование и те факты. Я понимаю, что есть певная таемность следствия, я все это понимаю. Но версии должны быть всегда подтверждены конкретными документальными фактами. И тогда не будет вопрос в общество, тогда будет все понятно, ну, або, принаймні, большинство вопросов будет понятно. И мы будем видеть главное, что подобные ситуации не будут повторюваться. Что каждый раз, когда подобная ситуация остается, поверьте, ощущение такое, что это безусловность. И, по-друге, что очень большая уверенность, что не найдут ни выполненных, ни законовников. Именно поэтому я вам этот вопрос и задал, Андрей. Потому что, к сожалению, согласитесь, Андрей и Анна, пока мы наблюдаем именно безкарнесть, и пока мы наблюдаем только повторение одной и той же ситуации, виновные не находятся. Смотрите, мы об этом далее будем с вами говорить. Вот этот взрыв, недавнее убийство в самом центре столицы Тимура Махаури, убийство офицера украинской разведки в Киеве, офицера СБУ в Мариуполе, убийство Павла Шеремета, нераскрытых громких преступлений более чем достаточно. Но что удалось выяснить силовикам за время расследования этих дел? Мы напомним в нашей короткой справке. 20 июля 2016 года. Центр Киева. Мощный взрыв автомобиля, в котором погибает известный журналист Павел Шеремет. Взрывчатку прикрепили к машине и привели в действие дистанционно. Сразу озвучили несколько версий. Это и журналистская деятельность Шеремета, и российский след. Прошло уже больше года, но ни исполнители, ни заказчики не найдены. Расследованием активнее занимаются журналисты, а все судебные решения по делу Шеремета засекретили. 31 марта 2017 года. Мариуполь. Джип начальника управления военной разведки СБУ Александра Харабирюша подорвали с помощью радиоуправляемой мины. Он умер в карете скорой помощи. Почерк ликвидации был схож с убийством Шеремета. В тот же день правоохранители сообщили, Харабирюша убили диверсанты ДНР и ЛНР, поскольку именно он курировал поиск шпионов на фронте. 27 июня 2017-го. Киев. Рано утром взорвали авто начальника специального резервного главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала. Взрывчатку заложили на днище машины. Следствие ведет военная прокуратура. Официальная версия российский след. Ведь Шаповал мог иметь отношение к ликвидации боевиков Моторолы и Гиви. Кроме того, он искал доказательства причастности России к войне в Украине. 8 сентября 2017-го снова Киев. Центр среди бела дня взрывает Тойоту Тимура Махаури, добровольца батальона Дудаева и личного врага Кадырова. Кроме него в автомобиле были еще двое. Ребенок и женщина. Они выжили. Махаури скончался на месте. Взрывчатку прикрепили к днищу машины. Расследования на начальной стадии и конкретных выводов пока нет. Продолжаем разговор. Напомню, у нас в гостях Андрей Ильенко, представитель Свободы и Анна Малер, юрист-криминолог Анна. Вот смотрите. Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова. Многие говорят, что его раскрыли только потому, что киллер был убит на месте преступления. По всем остальным делам, прогресс мы видим. Он, в общем-то, мягко говоря, расследование такое ощущение, что проводится спустя рукава. Мы согласны с теми политиками, экспертами, которые утверждают, что у наших правоохранительных просто нет навыков расследования подобных громких преступлений. В каждом окремном случае нужно делать какие-то окремные выяснения. Если мы говорим про такие складные злочины, как убийство Шеремета, действительно, наши правоохранительные органы не готовы к расследованию таких злочин. Если мы говорим про российский след, например, Хараберюш и Шаповал, я погоджую, что в числе первых версий мусить быть российский след. Тогда действительно у нас еще меньше шансов расследовать эти злочины, враховывая, что у нас действительно очень много интегровано, в том числе и в правоохранительные органы, агентурная мережа другой страны. И там может действовать и опера, и могут действовать какие-то навыки, какие-то проблемы. А кроме того, это действительно, у нас нет соответствующих штатов людей, которые могут это делать. Мы получали, например, американские приборы, да, для того, чтобы дослеживать убийство Шеремета. И все равно там ничего не вышло. Но, по-моему, у нас своего нет даже для того, чтобы такие сложные экспертизы проводить. То есть, проблем очень много. И если раньше, такие злочины... У нас не только оборудования не хватает, у нас, наверное, и желания не хватает. Вы помните скандальное расследование по убийству Павла Шеремета, вот такой исторический момент, когда церковных злочиней очень много. Раньше мы просто не обратили внимание на то, что наши правоохранители не могут раскрывать такие злочины. А сейчас, что месяц, а в этом месяце, что неделю мы уже про это говорим? Да, мы стали с вами чаще встречаться в этой студии. Напомню, что ваша специализация зрителям исключительно криминология, поэтому поводы всегда грустные. Андрей, как вы думаете, вот все вот эти вот примеры, которые только что были приведены в нашей справке, это уже однозначно висяки или шансы есть на то, что их хоть когда-нибудь раскроют? Шансы, безумовно, есть, но мы все прекрасно понимаем, что чем проходит больше времени с момента злочина, тем эти шансы уменьшаются, уменьшаются и уменьшаются. Все больше это все вводится в конце ввода. Давайте, я тут, в принципе, согласен, потому что я считаю, что тут есть и та, и та проблема. Очень часто, возможно, не в всех случаях, но очень часто это не желание или какой-то на том или ином уровне саботаж. А второй вариант, в общем, я тоже с этим согласен, это и недостатный профессионализм. Давайте прямо про это говорить, потому что ну, даже вот это расследование журналистское по убийству Шеремета, ну, люди, которые не имеют повноважения, не имеют тех бюджетов, не имеют тех ресурсов, которые имеют соответствующие государственные органы, просто журналисти, коллеги Шеремета провели расследование, которое уже дало очень много то зачипок, принадлежа. И поэтому, я думаю, что это поединение двух факторов. И очень часто небожание, саботаж, и очень часто недостатный профессионализм. подождите, 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 что делается в стране, в плане криминальных злочиней. Взрастание почти по всей статистике. И это касается не только политических злочиней, это касается и обычных побывных злочиней, и их расследует так же очень мало. Правоохранная система сегодня находится в глубокой кризе, и она не справляется с тем валом злочинности, который сейчас в стране. Вы сами сказали в первой части нашего разговора о том, что то, что произошло на днях в Киеве, я имею ввиду покушение, взрыв в центре Киева с жертвами и погибшими, к сожалению, это несет угрозу и простым украинцам. Сами вы сказали, что буквально за несколько часов до этого вы проходили в этом месте, вы тоже были на этом телеканале в Гольстках. Действительно становится жить страшнее, но что должна сделать власть на сегодняшний день? Это вопрос и к вам, можно уже или нет? Это уже, я со счета сбился, какое громкое преступление в центре Киева? Зухвалы, говорят, по-украински. Ну, возможно, камерами зависит все крупные города, ну, или там, парламентские центры города. Я не знаю, я не специалист, но делать что-то нужно, общество это ждет. Вот, навіть та же история с Шереметом показывала, что были камеры, которые засняли очень много интересной информации, и это не было в официальном следствии, так? Тобто, мне кажется, что тут комплексное вопрос. И, на самом деле, некоторые вещи суто политичными, это просто не желание бороться с ворожей агентурой, разнищивать их диверсийные центры в Украине, это первое. И, второе, это, безусловно, то, что нет реальных расследований. То есть, если бы те злочинцы, которые это делают, они осуществляли величезный риск быть выкритыми и покаранными, и видели конкретные приклады, что это становится, то, соответственно, и охотчиков это делать было бы значительно меньше, потому что сейчас, очевидно, один, другий, третий, пятый, десятий не расследований, и это безусловие породжает безусловие. В результате мы имеем ситуацию, когда мы уже не сподіваемся, особенно на реальное расследование. Дуже бы хотелось, но сподіваний мало. Мнение криминолога здесь известный. Анна, что говорит ваша наука? Можно предупредить подобные громкие безусловия? Это и должна заниматься государство. И мы должны сейчас узнать честно, что Украина потребует надзвичайных заходов безопасности. Не только потому, что война, потому что есть экономичная кризиса, которая также тягнет за собой увеличение вуличной злочинности, примером. И сегодня, кроме этого видео-спостережения, нужно певные объекты ставить под посиленную охорону. Например, если мы говорим про телеканалы. Вот сегодня мне журналісти Эспрессо сказали, я тоже сегодня там была в эфире, что цей мопед туда и ранее приезжал несколько дней до этого, они уже несколько раз его видели, и они уже удивлялись эти моменты. Потом, я так понимаю, что правоохоронцы выучили это видео, там очевидно, что это фиксировано. Кто приехал на мопеде, как там вся эта история происходила, как его парковали, там очевидно, можно людину идентифицировать. Тобто, эти технические засобы помогли, а еще какая-то посилена охорону для певных мест, которые потенциально имеют сделать то, что не получается у полиции. Например, в деле об убийстве Шеремета. Этот вопрос мы задали Валентину Наливайченко, человеку, который точно знает, что происходит в украинских спецслужбах. И вот, что он ответил. Я переконан в том, что для национальной безопасности государства та пробоина, которая осталась, и это уже черговый теракт с использованием вибухивки, бомбы в месте Киеве мае быть расследованы. Это первое. Другое. Я нагадую, что на этот час действовал подписанный президентом посиленный контрразведанный режим в государстве. Поэтому расследование замаха на убийство, в наследствии которого загинули невинные люди, мирные на улице Киева. Это дело честное, но на мое переконанное, что СБУ и Генеральная прокуратура и Министерство внутренних справ должны быть объединены в единую высокую уровню следовую группу, которая должна объединять и использовать все оперативно-технические, агентурные и другие возможности для установления замовников и выполнителей. Почему на мое переконание это важно? Потому что то, что началось с убийства Павла Шеремета, журналиста, потом известного украинского войскового, который действительно был фаховым и молодым офицером, отвечал за серьезные операции Министерства обороны. После этого цей ланцюжок вбивств может и мать быть остановлены и все другие теракты, если будет расследована бодай один. Сейчас настав час расследоват этот теракт.